Начинаем мы с водного пола. Набирает обороты чемпионат России среди мужских команд Суперлига, элитный дивизион. Волгоградский «Спартак» провел в минувшие выходные два матча на своей воде. В гости к нашей команде приезжал серебряный призер «Казанский Синтез». Очень интересные выдались эти матчи. И сейчас, дорогие друзья, мы с вами отправляемся на водное поло на 7 ветров. Волгоградские «Спартаковцы», в течение последних лет приучившие своих болельщиков к продолжительным беспроигрышным сериям, на старте нового сезона оказались в непривычной для себя ситуации. После двух подряд поражений в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, красные-белые оступились и в национальном чемпионате, потерпев досадное поражение на своем поле от ватерполистов «Казанского Синтеза». Причем субботний поединок отчасти повторил сюжет домашнего матча с венгерским клубом ОСК. С той лишь разницей, что на этот раз гости, да не осудят нас поклонники вице-чемпионов страны, не превзошли по игре дружину Владимира Корабутова и Николая Козлова. Как и две недели назад наши ребята за здравие провели первую половину встречи, после чего погрузились в состояние литургического сна, выйти из которого не помогли ни пушечные удары Павла Халтурина, ни коррективы, внесенные тренерским штабом «Спартака», ни поддержка трибун. Поражение в первом матче 6-7. Никак не можем найти свою игру, к сожалению, ошибки в обороне еще дают о себе знать. То есть очень много брака было именно в защите. То есть забить 6 мячей такой команде – это неплохо, пропустить 7 – это не наш уровень, скажем так. Мы должны стремиться к тому, чтобы пропускать как можно меньше. К сожалению, сегодня пару мячей были не свойственны нам, то есть мы должны были их отбивать. Ну, он начинал сегодня плохо, 3-0 в первой четверти. Да, повели, повели довольно уверенно, но потом перестали делать то, о чем договаривались. Опять скатились на индивидуальную игру, не было командных действий. И, к сожалению, не забили очень много тоже лишних. Будем работать над ошибками. Реванш в следующем матче? Приложим все усилия, несомненно. Мы всегда играем на победу, у нас других целей нет. Куда важнее для нашей дружины в повторном воскресном противостоянии было взять верх и вновь почувствовать вкус победы. Держа в уме предстоящий уже на следующей неделе рандеву с московским «Динамо» и последующий за ним «Вояж» в Венгрию на четвертьфинальный матч Кубка Европы. Перед началом повторной встречи ватерполистов «Спартака» и «Синтеза» стало известно, что один из лидеров и лучший бомбардир в составе «Красно-белых» Павел Халтурин из-за полученного накануне повреждения не сможет принять участие в поединке. Такая новость, разумеется, не добавила положительных эмоций спартаковским болельщикам, зато в еще большей степени сплотила нашу дружину, продемонстрировавшую воскресный вечер силу духа и характер. Уступив в первом периоде, с разницей в два мяча подопечные Владимира Корабутова и Николая Козлова сумели переломить ход неудачно складывающегося поединка, восстановив усилиями Константина Киселева равновесие к большому перерыву, а затем выйдя вперед после точных бросков, взявшего на себя игру капитана команды Алексея Агаркова. В заключительной четверти Артем Ашаев и Тимур Шейхуддинов, также отметившиеся дублями, зафиксировали волевую победу чемпионов страны 10-8. Свои следующие календарные матчи красно-белые пройдут в Москве, где 3 и 4 ноября сразятся с местными динамовцами.